Можно я печеньки со стола уберу, мне кажется, это неправильно. Алло. Здравствуйте. Пока нет новостей позитивных. Мы стали жертвами достаточно неприятной атаки, но ее можно было предусмотреть и можно было предупредить. Я постараюсь непрофессиональным языком рассказать, в чем все происходящее, чтобы было понятно мне специалистам. История такая. У нас есть центральный сервер, который держит в себе список избирателей в виде кодов, но неважно, все равно список избирателей. И у нее есть одна функция. Он умеет говорить, голосовал избиратель или нет. И если не голосовал, то умеет принимать результаты голосования по этому избирателю. Общается он с площадками, так называемыми, с сайтами, на которых, собственно, происходит голосование. Площадок у нас несколько. И они независимые от сервера голосования. Поскольку он стоит в середине всей этой инфраструктуры, в интернет не смотрит, будет полностью защищен от атак. А площадок будет много и они как-нибудь справятся. К тому же мы их поставим под какую-то внешнюю защиту. Что получилось на практике? Нашей системы защиты хватило бы для обычной DDoS-атаки. Собственно, когда обычные DDoS-атаки тоже ведутся и цели свои не достигают. Потому что мы их просто фильтруем и так далее. Что такое DDoS-атака? DDoS, distributed denial of service, распределенный актас в обслуживании. DDoS-атаки – это значит создание большого количества мусорных запросов, ненастоящих, которые на самом деле не могут быть обработаны. Такого рода мы были готовы, они ведутся. Разные интенсивности. Мы их успешно отражаем с помощью специальных шлюзов, которые, собственно, такие мусорные запросы умеют распознавать и фильтровать. Чего мы не предусмотрели. Злоумышленники, преступники, поскольку DDoS-атаки – это уголовное преступление, написали вредоносное программное обеспечение, которое умеет делать что-то более продвинутое, чем просто направлять на наш сайт случайные мусорные запросы. Они устроили нам то, что можно назвать программный DDoS. Они заходят на наш сайт, эмулируя нормальные действия пользователя. То есть эти действия не распознаются как DDoS, это не случайный мусор. Это пользователь робот, который заходит. И этот пользователь пытается связаться с сервером голосования и получить бюллетень для голосования. При этом система реагирует нормально. Такого пользователя нет и бюллетень для голосования он не получает. Перегружают нам тот интерфейс программный сервера голосований, который, собственно говоря, раздает наружу бюллетень, который выдает информацию о том, проголосовал пользователь или нет, и принимает результаты голосования. То есть мы ожидали, что будут мусорные запросы в одном месте, будут мусорные запросы на внешний интерфейс сайта. Вместо этого мы получаем мусорные запросы в другом месте, многочисленные поддельные запросы на голосование от псевдопользователей с вымышленными телефонами, с вымышленными идентификаторами. Но наш сервер этого не понимает и вынужден их обрабатывать. В чем проблема с такой атакой? Первая. Она достаточно умная. Вторая. Она гораздо дешевле в обслуживании. То есть обычная дидос-атака, ее обычно можно переждать, потому что она стоит очень много денег и рано или поздно заканчивается. Здесь само исполнение этой атаки особо денег не стоит. Она вовсе не такая большая по объему, как обычная дидос-атака. Она стоит гораздо больше с точки зрения одноразовых затрат, с точки зрения подготовки и реализации, потому что было написано специальное программное обеспечение, предназначенное специально для того, чтобы валить наши площадки. И еще раз я хочу сказать, что мы могли предусмотреть этот риск и могли от него защититься. Что мы сделали не так? Мы, наверное, зря, принципиально, исходно отказались от механизма, который все привыкли называть словом капча. Мы называли правильно говорить, рекапча. Это механизм, когда пользователю при отправке форума предлагается ввести еще какое-нибудь поле, которое не может заполнить робота. Мы считали, что это отпугнет наших возрастных и не очень компьютерно грамотных избирателей. Такого поля не стали выводить. Ну и вот, собственно говоря, этим у нас воспользовались наши оппоненты, которые, собственно, роботы написали. Мы переписываем программный код площадки для голосования таким образом, чтобы те скрипты, тот робот, который написан имя, не был бы для него вреден. Мы вводим туда, интродуцируем эту самую капчу. Это проблема в том, что это все довольно сложно и занимает довольно много времени, потому что все это надо тестировать, это надо заливать на наши замечательные калифорнийские сервера. Они при этом все время под нагрузкой и под атакой, которая сама по себе не страшна, но мешает работать и мешает вносить оперативное обновление в программное обеспечение. Этим вызвана, в первую очередь, такая долгая задержка. Я надеюсь, что еще пара часов хватит и потом уже надо будет спокойно обсуждать вопрос о продлении или не продлении сроков. Мне кажется, что спешить с этим решением не стоит. Все-таки у нас на голосование было отведено почти двое суток. Окей, на сегодняшний день, так сказать, временно... То есть, что через два часа уже все должно начать работать? Да, мне кажется, да. То есть, сложно давать такие прогнозы, но все-таки по ощущениям, да. Ну окей, сейчас у нас время блок-аута дошло до шести часов. Да, он будет восемь часов, но у нас голосование продолжается сорок четыре часа. Для меня пока еще непонятно, является ли это однозначно поводом для того, чтобы принимать какие-то... Дергаться, в общем-то, и принимать какие-то решения о продлении. У нас... Сторона заключается в том, что, в общем-то, мы еще раз показали, что вчерашние заявления в фирмилевских аналитиках, о том, что эти выборы никому не интересны, несколько не обоснованы. И большой интерес к голосованию привел к тому, например, что сегодня у нас уже более тысячи человек пришло на избирательное участие, чтобы зарегистрироваться из тех, кто не регистрировался ранее. Я считаю, что все это, почти все это люди, которые приняли свое решение именно под воздействием. А так, потому что, ну, месяц был на регистрацию, странно было не зарегистрироваться. Больше тысячи людей впервые зарегистрировалось, и больше трех тысяч людей зарегистрированных, но не верифицированных, сделали это на участках. Для сравнения, за весь предшествовавший месяц на избирательных участках суммарно было зарегистрировано и верифицировано 6300 избирателей. 6300, за сегодня уже больше трех тысяч. Регифицированных избирателей, она стремительно растет, в том числе благодаря сегодняшнему дню, и благодаря тому, что те компоненты нашей IT-инфраструктуры, которые отвечают за регистрацию и верификацию, сработали надежно и оказались достаточно хорошо защищенными. И это, в общем-то, внушает определенную надежду на будущее. База-то никуда не девается, и проводить такие выборы мы сможем снова и снова. Все-таки, я надеюсь, что эти выборы мы спасем и добьем их до завтра в установленные сроки. Я считаю, что должно получиться. Скажи, пожалуйста, когда дедлайн будет, по твоим ощущениям, для принятия решения о пролонгации выборов? — Я себе как-то не ставил каких-то психологических границ, но, скажем, сегодня 8 вечера. — По московскому времени. — Да, по московскому времени. — Тебе за сутки до конца. — Скажи, пожалуйста, то, что ты рассказывал две минуты назад о том, какие меры вы предпринимаете в Калифорнии, в частности, это не поможет тем, кто досит каким-то образом усовершенствовать их систему? Может, не стоит это рассказывать? — Ну, нет, я же не говорю, как именно в деталях. Да, им тоже придется совершенствовать и переписывать свою систему, но, в общем, я думаю, что... Ну, посмотрим, посмотрим. То есть, этот раунд противостояния не последний. Еще раз, я уже приводил эту метафору, но еще раз, она мне очень нравится. Я себя чувствую не очень хорошо со всей этой истории с профессиональной точки зрения. Я считаю, что вот эту атаку, которая успешно прошла, ее можно было предвидеть и можно было предотвратить. И более того, мы ее обсуждали и не успели реализовать необходимые меры защиты. Я здесь нисколько себя ответственности не снимаю. — Какое количество программистов-волонтеров сейчас помогает тебе? — Шесть человек. — Здесь? — Нет, не здесь, в Екатеринбурге. — Всего шесть человек? Экатеринбурге. — Ну, вот оказалось, что нет. Вот.